Самара стала шестым городом, в который Андрей Мерзликин и Алексей Петрухин привезли премьеру. О ней в компании с молодыми артистами они готовы рассказать в эфире русского радио. Все будет хорошо, как говорится, главное сердцем не стареть. Это история, которая могла бы произойти в любой из российских школ, рассказывает радиослушателям режиссер фильма. Доведенная до крайности, учительница берет заложники целый класс. Сценарий картины был написан под конкретных актеров, порсионалов своего дела. Центральная роль у русской Мэрил Стрип Ирины Купченко. Главную мужскую исполняет известный по фильмам «Бумер» и «Брестская крепость» Андрей Мерзликин. Съемки проходили в рекордные сроки, всего за три недели. Причем в школе в городе Королев, где в начальных классах учился актер. Совершенно были потрясающие чувства, что где бы мы ни снимали, где бы я ни попадал, все это, конечно, пронизано воспоминаниями. Я ходил постоянно режиссер, и вот здесь меня в пионеры принимали. Вот здесь я стоял, а вот здесь, говорю, я там барабанщиком сточал, ритмикой занимались где-то. Ну, как-то такие вот воспоминания. Говорю, вот здесь я подрался, я даже знаю, с кем я подрался, Костя, с труля, до сих пор еще запомню. В кастинге на роли учеников 11-го А приняли участие 438 человек. Из них режиссер выбрал 18. Мы за месяц собирались в школе, репетировали, читали. Он объяснил, что у каждого свой характер, своя роль, и каждый ценный. И мы сдружились, и очень было легко нам сниматься. Этот фильм нашим учителям посвящается. Это я опять же говорю тем, кто мне говорит, как ты мог назвать картину училка. Да, типа пренебрежительно. Клуб учителей, которые посмотрели, это 850 человек, смотрели в Дворце пионеров в Москве. И после фильма у них такое единодушное решение, как они сказали, создатели фильма, Ирина Петровна Купченко, да, в слово училка внесли совсем другое звучание. Оно не просто перестало для них быть пренебрежительным, оно стало, наоборот, более мудрым. Сразу после эфира встреча со зрителями. Фильм такой все-таки очень стоящий, я считаю. И тема затронута тоже такая проблемная. Поэтому мне очень хочется посмотреть. И тем более они приехали к нам в Самару. Я считаю, это потрясающе, что есть возможность с этими встретиться, сфотографироваться. Я уже сфотографировалась, я очень счастлива. Заинтересовал на самом деле сюжет, потому что он достаточно такой необычный. Если честно, российский фильм с таким сюжетом я ни разу не смотрела. Надо вот прийти сюда было, посмотреть, чтобы понять, что вообще происходит вокруг нашей профессии. И насколько вот все, что показано, реально, или это... Друзья мои, ну что ж... Экстремальная ситуация. Из меня получился плохой учитель. Плохая мать. На все экраны страны фильм выйдет 26 ноября. Режиссер обещает снять продолжение. Продолжение следует... Продолжение следует...